Привет, Шалун! Я тебе сегодня расскажу очень интересную школьную историю. Всё равно вот бывало, помню времена, когда ты приходишь к восьми утра, ну как к восьми, без пяти примерно я приходил в школу, всегда за две минуты переобувался и быстренько на первый урок, где меня тут же ставили двойку и прочее дерьмо. Вот, либо вызывали к доске, где я молчал и снова ставили двойку. Вот, это было уже старший класс, ну, старший, я имею в виду, пятый, шестой класс, это было очень забавно, особенно мне нравилось уходить из школы, да, и это было, на самом деле, испытанием, потому что на первом этаже я сидел, я спускался, у нас там были такие решетки, за решетки зайти, заходишь, и там висят твои куртки, все куртки висели, кроме моей, да, потому что мою куртку всегда, все время кто-то прятал, прятал это в лучшем случае, но, например, мне повезло, и я нашел свою куртку, свой ссанный пакет оборванный, который я постоянно менял, потому что его рвали все, и я, в том числе, случайно, со сменкой он висел, вот, с этими ботинками, пакет какой-нибудь, знаешь, там, какой-нибудь там золотой лев, там, или там литуаль, ну, нет, конечно, перекресток, там, знаешь, с собой несешь в этом пакете сменку, вот, и ты только в лучшем случае меня, ну, не забьют в раздевалке, как бы до смерти, как обычно, до полусмерти, вот, я выходил из раздевалки счастливый, потому что выжил, садился на такую, какую-то скамейку, я даже, у нас даже не скамейки, я не знаю, как это называется, я помню примерно, как они выглядели, это просто какая-то зеленая херня покрашенная, там, две доски, что-то бетонные плиты, в общем, не знаю, что это, я уже не помню, я только сейчас начинаю понимать, что это какие-то странные были скамейки, и тут начинается самое интересное, подбегает какой-нибудь мудозвон, и по тапку, и все, а тапок, пизду, куда-то улетел, иди, ищи, свищи его, да, пока пошел за этим тапком, нашел его, в лучшем случае ты его нашел, вот, если его не запинали дальше, приходишь нажат назад, все, ни вещей, ни куртки, ничего нет уже, как бы, может, магазин сразу за новый, ну, я, конечно, утрирую, но все равно примерно так и было, они лучше, конечно, обстояли дела и с физкультурой, это был просто ад, раздевалка у нас была очень узенькая, особенно, когда ее еще уменьшили, сделали для виду душ, которые никогда никто не открывал, мне кажется, туда складывали трупы нерадивых учеников, и насиловали девственниц, вот, в этих туалетах, ой, точнее, душевых, или девственников, если понимаете, о чем я, и, понимаете, я такой, ну, милый мальчик, маленький, да, действительно, я был слишком мелким и слишком, слишком симпатичным, поэтому, да, я, да, я даже если бы, я бы даже сам себя отпиздил, потому что я был слишком милым, да, и я захожу, значит, в эту, вот, смотрю физкультуру, вот, как бы, начинается физкультура, думаю, ну, надо, как бы, идти уже переодеваться, вот, из общей рекреации заходить в раздевалки, и потом уже оттуда пердолить в зад, чтоб тебя, ой, в зал, в зал, да, в зад тоже бывает, и, вот, я только захожу, стою такой, да, невинный, и наши чуваки в туалете закрыли другого бугая, короче, ну, нашего тоже, и я такой, думаю, ну, я стою, думаю, сейчас, короче, все тут развеется, я никого не трогаю, да, переоделся, вот, жду напротив, все, они отпускают дверь, вырывается, вырывается оттуда этот бугай, и просто на меня, ах, хера, вот, я чуть не сдох тогда, он в стену меня впечатал, было очень больно, я даже кашлять начал, прям в грудак мне своей массой, я не знаю, как я живой остался, и весь удар прилетел на меня, я думаю, ну, меня-то за что, я никогда ничего, да, мне было очень жалко себя, вот, и, собственно, так была каждая, нормальная, нормальные перемены, я не помню, по пальцам можно пересчитать, на физкультуру ты приходишь, как бы, все, считай, ты в женской раздевалке автоматически находишься, или в женском, ничего такого, да, ну, казалось бы, все рады, типа, женская раздевалка, типа, бабы, сиськи, да какие там сиськи в седьмом классе, господи, да эти бабы, они там, я не знаю, они тебе, ты только зайдешь, они тебе как в ломе-то пизды тебе дадут, ну, не своей, а, в общем, вы поняли, вот, ну, бабам я мстил, я приходил домой и дрочил на их фотке, сложнее всего было мстить толстухам в нашем классе и парням, собственно, то же самое, знаете, я приходил, а, там у нас физкультура была замечательная, мы в футбол играли, это лучшее время, просто лучшее, я просто молился, чтобы я заболел, и у меня было освобождение, потому что я всегда любил физкультуру до определенного момента, когда меня от такого няшистого сексяшного семиклассника ставили на ворота, какой-то стакилограммовый амбал херачил по мячу, сносил меня вместе с воротами, говорил, что ты не ловишь мяч, да, еще с такой претензией, замечательный, вот, это были лучшие годы моей жизни, просто, а почему ты не ловишь, ну, не знаю, почему, так, класс, я со временем перестал заходить в класс, я вообще прятался от своего класса в основном, потому что я понимал, что я зайду и сразу... Да, у меня триггер случился, и все, и причем меня, ну, на самом деле меня не было ни синяков, ни побоев, ничего, не выбитых зубов, то есть даже меня не изнасиловали ни разу, но просто брали по рукам, по ногам, и куда-нибудь меня надо было засунуть, вот, я не знаю, в чужой класс, в запасной выход, вот, благо из окна не выкидывали, ну, как бы, не знаю, что они со мной делали, ну, просто, я не помню, чтобы я стоял на перемене, я постоянно лежал, я уже сразу на кортах, я сразу на кортах приходил в рекреацию, потому что знал, ну, а что, стоять толку, я сейчас все равно валяться буду, правильно? Ну, вы не думайте, что в конце я расскажу о том, как я всех распидорасил, когда вырос, нет, ничего подобного, собственно, и вот я не захожу, понимаете, все вещи положили свои, вышли там на перемену, а я нет, потому что я понимаю, я приду, моих вещей не будет, все, пизда, хотя, знаете, я мечтал, конечно же, над всеми над ними свершить анальную кару, просто жесткую, и я просто ждал учительницу, когда она придет, потому что я думал, там, типа, сука, меня сейчас опять... Ну, иногда сдачу я давал, я вообще раньше всех пиздил сам, когда был мелким, но потом я мелким и остался, а все остальные выросли, стали удохать меня, вот, и, короче, дело в том, что и приходит учительница, и такая, ааа, уебок, аа, хуяк, мой пенал, я шучу, конечно же, учительницы нормально относились, ну, как, по-своему, то есть, по-английскому меня учительница просто обожала, она приходила и сразу мне ставила два, потому что я пришел, вот, так что такие вот пироги, друзья, но, знаете, я вообще еще хочу сказать, не надо мстить, понимаете, ведь, что могло произойти, я мог взять дробовик и просто трахнуть всех в задницу им, понимаете, прийти, надеть штык-нож, но этого не произошло, потому что я слишком добр, нет, не в этом дело, просто я был счастлив, понимаете, я, я не, да, было неприятно, когда тема удохнут и немножечко унижения, но у меня были друзья, и я еще раз говорю, меня не пиздили прям вот так, чтобы там синяки были, вообще у меня особо не было такого, ну, вот, кровь там не было такого, и я просто приходил домой и знал, и причем я с этими чуваками в КС катал, катал, приходил, вот, на следующий день они меня снова удохали, не знаю, что за бред был, понимаешь, то есть, приходил домой, я был счастлив, меня дома ждет Warface, там, или КС, или еще что-то, вот, или телевизор, там, да, СТС, какие-нибудь мультики, и все было нормально, причем я с этими чуваками и в футбол играл когда-то, да, там, но с каждым новым классом тумаков меня отвешивали все больше и больше, конечно же, и, понимаете, ведь кто-то скажет, вот, кто-то, например, пойдет, возьмет реально дроба, там, ну, ствол какой-нибудь, начнет расстреливать своих, там, одноклассников, вот, или там, не знаю, повеситься где-нибудь в школьном туалете на сливном, там, бачке унитаза, да, это, кстати, романтично, смыть унитаз и, да, вот, вены вскроет, кстати, тупой момент, вот, я вам не советую вены вскрывать, кладите голову под пояс, серьезно, вены, это так, для понтов, если вы, тем более, вены надо вскрывать, как мне один мой знакомый, хороший, царство небесное сказал, вскрывать нужно вдоль руки, ну, то есть, ну, вот так, а не поперек, потому что поперек делают только тупые целки, которые хотят, ну, вы поняли, это, кстати, не призыв суициду ни в коем случае, нет, это пособие юного, юной девушки, которую бросил парень в 14 лет, ну, в общем, что-то в этом роде, поэтому, видите, я не стал мстить пока что, вот, но в любом случае, уже мы давно разошлись, и они, наверное, более адекватными стали, короче, вы поняли, что вот такая вот у меня была жизненная ситуация, так что забейте, чуваки, просто, если у вас мудохают в школе, просто приходите ко мне на стрим, посидим душевно, пообсуждаем, потом отомстим вашим одноклассницам, которые вас там унижают, или одноклассников, кому что нравится, вот, так что, ну, все сложится, да, это очень грустно, я хотел заплакать, но не получилось, ну, ладно, ну, все, тогда. Субтитры сделал DimaTorzok